Приветик, ты на канале Мэджик Пэтс, я Эйвон, а это Софи. Да, приветик, ребята, а это Юми. Я Покемон Юмичу, привет! Ставь лайк, ставь лайк! Да Юми, подожди ты, ну. Хорошо, это Миша. Миша, лайк, привет, а вот там Киза Алиса. Ля-ля-ля, да, кстати, подпишись-ка на наш канал, вот там внизу красная кнопка, сделай ее серой, как я. И пиши свои комментарии, потому что они вот тут вот, видишь, вот тут вот появляются везде, попадают в ролики, понял? Да, подпишись скорее, чтобы нас стало 2 миллиона. Осталось всего чуть-чуть, 242 тысячи. Это не чуть-чуть, Юми, 242 тысячи это много. Ну и что, мы идем к мечте. А еще, ставь, 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 ставь лайк, если хочешь в Мэджик Фан-встречу в твоем городе. Так, ладно, мне спать пора опять всю ночь гуляла. Короче, ребят, 9 ноября будет Мэджик Фан-встреча в Сибири, город Красноярск. Вы, наконец-то, сможете увидеться с Аней. Фотографировать, собрать, автограф, обниматься? Да. Я говорю, поэтому приезжайте все в Красноярск. Все, кто рядом из Сибири, поселках, городах, селах, наша хозяйка Аня и наш корм Платину ездят в Красноярск на выставку Зоомир. И вы там сможете увидеться. Там на этой выставке будет не только встреча, там вообще будет огонь. Выставка кошек, собак, аквариумы. Выставка голубей, попугайчики, птички всякие. Короче, куча всего. Это выставка продажа, там можно всякие покупки делать. И наш корм Платину будет там вместе с Аней. Так что вы сможете, наконец-то, увидеться в Сибири и потасить. 9 ноября, Красноярск, выставка Зоомир. Мы в описании оставим ссылку. А еще все подробности о фан-стрече будут в нашем инстаграме. А еще в описании будет ссылка на новое видео на Magic Family. Знаете про что? Про нового питомца? Про лису, про фенька. За 3000 долларов. Короче, Аня на новое видео про покупку лисы. Обязательно посмотри этот ролик. Ты будешь в шоке. Я лично была в шоке. И про фан-стречу не забудь. Но у нас сегодня шестой день. Мы с Аней продолжаем нашу мега распаковку тысячи слаймов. Команда Эйвена это монстр из матовых лизунов. Команда Софи это прозрачный космический гигант. Миша собирает зомби слаймы в кладбище, которое мы потом воскресим. А у Юми команда противных лизунов. Это она так решила. И сегодня уже шестой день и мы очень надеемся скоро закончить. Чтобы экспериментировать с нашими гигантами, которые у нас получатся. Да, уж даже несмотря на то, что в прошлый раз мы старались распаковывать как можно быстрее. И распределили намного больше антистрессов, чем обычно. У нас все равно еще осталось немало ребят. Но сегодня мы постараемся действовать еще быстрее. Блин, это какой-то бесконечный слайм. И кстати, сегодня у нас шестой день распаковки. И что? А шесть это мистическое число. И что? Значит, возможно мы найдем что-нибудь очень необычное. Или же что-то пойдет не так. У нас с вами всегда что-нибудь идет не так. Вот такой вот лизунчик еле достала. Он казался просто бесконечным. Здоровенький, беленький, как я люблю. В мелкую голубенькую крапинку. Это видимо блестки. Он матовый, в команду Эйвена явно самодельный. И так как я постоянно задаю ребятам вопросы, они отвечают на них в комментариях. И помогают нам разбираться в лизунах. Этот слайм очень большой. И вот почему некоторые лизуны большие, но достаточно легкие. А некоторые очень плотные и тяжелые, как этот. Неужели это зависит от того, из чего их делают? Ну что ж, Эйван, тебе сегодня повезло. Первый лизун такой большой пополняет твою команду. А в этой баночке что у нас такое? Упс, похоже зомби. А зомби слаймы это моя команда. Да, Мишанька, и этот испорченный монстрик отправляется в твое кладбище. А я хочу открыть ниндзя слайм. Мне кажется, он подходит мне по цвету. Ну, не знаю, Юмичу. Помнишь, мы уже открывали золотой ниндзя слайм? Хотя тут написано Crystal Mood Blowing Bubbles. Ну, короче, тот золотой слайм был красиво золотого цвета и переливался. Так что если этот такой же, он вряд ли тебе подойдет. Хм, интересно, он не похож на золото. Но он тоже блестящий и перламутровый. Так что он пойдет ко мне, я поняла, Юмичу. Но он же похож на козя. Юми, ну сколько раз можно говорить? Ну, не говори ты эти дурацкие слова. Какого бы цвета он ни был, по нашей договоренности к тебе идут противные слаймы. А этот не противный, очень даже красивый и еще и новенький. Он отлично растягивается, немножко пощелкивает. Кстати, ребята, в прошлый раз попросили меня в комментариях не говорить хрустит, а говорить щелкает. По-моему, очень красивый лизун. И мы в прошлый раз решили, что это не матовые слаймы, а полупрозрачные и блестящие. Да-да, Софиш, я помню. И вообще, все перламутровые блестящие лизунчики идут в мой полупрозрачный космический гигант. Софиш, да никто с тобой не спорит. Мишанька, смотри слайм твоего салатового цвета. Посмотрим, к кому она отправится. К Эйвану в его матовую команду. Или... А может он отправится ко мне? Я не думаю, Юмичу, что когда я его смешаю, он будет выглядеть противным. Ух ты, как он, как он пахнет. Софиш? Ага, яблоком. Даже мне хочется его съесть. Хотя обычно съесть все хочет у нас покемон. Как яблочко. Ага, видимо в этом слайме ароматизатор яблока. Запах от него прям на всю комнату стоит. Слаймик слегка липковат, но в принципе здоровый. Хорошо тянется. А у него еще внутри два разных вида пенопласта. Большие и малюсенькие. В общем, Эйван, добавим тебе яркости. Да, я планирую сегодня заполнить свой тазик до краев. И не надейся. Вот именно. Может Миша победит. Так, а это кто у нас тут такой маленький и красивенький? Сверху золотые блестки, а внутри... Ой, ой, ой. Так, подождите. Кажется, внутри у нас желе. Слаймик должен был быть красивый, но, к сожалению, он превратился в зомби. Так что я не удивлюсь, если Миша победит. Раз мы с Юми проигрываем, пусть хотя бы Миша победит, а не Эйван. Да, поэтому выбери слайм сама. А как это связано? Не выбирай, не надо. Выбирай. Ну ладно, давайте откроем. Вот этот вот, например. А, я вспомнила, о чем вы. Типа я рукожопа, когда я выбираю лизун. Он обязательно зомби, да? Вы про это? Блин, ну вот опять. Ну почему, почему, почему так? Почему, правда, когда я выбираю, попадаются какие-то больные слаймы? У тебя нюх на все плохое, потому что ты рукожопец. Да уж, спасибо, Миша. Поэтому следующий слайм ты выбирать не будешь. Нет, пусть Аня выбирает следующий слайм. Нет, я не успокоюсь, давайте проверим еще раз. Ань, мы в прошлый раз три раза проверяли, и три раза тебе попался зомби. А вот этот будет не зомби, или зомби. Блин, чего, я что-то не понимаю в этой жизни. Ура, мне опять повезло. Вот видишь, Эйван, может быть не ты выиграешь, ясно? Да, 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 будем болеть за Мишку. А может быть все-таки выиграю я, эй. Так, не честно. Вы знаете, что Аня выберет плохой, поэтому и предлагайте ей выбирать. Пусть выбирает кто-то из нас. Ладно, ладно, открой ведро, Аня. Но он же явно матовый, Софи. Ну, зато хотя бы ведерко, это прикольно. А то Эйван так и будет нудить. Я не нужу, просто говорю, что это несправедливо было. Такс, посмотрим. Софишка, я надеюсь, ты не подставила Эйвана? И не выбрала специально зомби-лизуна? Я что, совсем подлая, по-вашему? Хм, и правда, лизунчик здоровенький, среднего размера, голубенький, немножко липковатый, внутри у него что-то странное. Какие-то квадратики, которые давятся. Я впервые такое встречаю. Внутри как будто пенопластовые квадратики, но при этом их можно раздавить в порошок. Это даже не покажешь, это так странно. Обычно такие украшения внутри, они не давятся, а эти давятся. Давятся, не давятся, Аня, ну хватит уже, с вами нормальный. Да, слегка липкий, но хороший лизунчик, очень приятного нежного цвета. Добавит гиганту Эйвана яркости. Ну, до краев тазика вроде еще далековато. А у меня уже почти полный. Но мой-то явно больше. Эй, ребят, только не начинаем спорить. Наша цель открыть как можно больше слаймов за одну распаковку. Так, это кто у нас тут? Ой-ой-ой, что это? Зомби, и еще и вылил свою воду сюда. Это все потому, что выбрала его ты и сама. Неужели это правда? Неужели я правда выбираю только мертвецов? Миша опять повезло. Аня, 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 давай откроем токсичные отходы. С чего вы взяли, что это токсичные отходы? Там написано токсик. Да, это просто баночка от экстремально кислых конфет. А в ней наверняка лизун. Ну вот, я же говорю, он какой-то странный. О, это ко мне. Какашечка. Нет, это слово мы не говорим. И не лежи, Юмичу, это. Ну, только чуть-чуть. Нет. Ну ладно. Кажется, он немножко приболел. Попробую его замешать. Эх, покемон, видимо, все-таки тебе не везет. Потому что, несмотря на то, что цвет у него противненький, все-таки это зомбак. А вдруг я и правда побежу Эйвона? Блин, ну так не честно. Ну что ж такое? Софи специально его выбрала. Неправда. Давайте попробую я опять выбрать. Возьмем вот этих глазастиков. У нас тут две прикольных баночки с вот такими милыми мордашками. Я надеюсь, все-таки мне повезет. Это слайм от Кати М. Зря ты выбрала. Опять будет испорченный. Да я просто не могу в это поверить. Ой, ой, неужели вот этот вроде бы здоровый? Неужели я выбрала здорового лизуна? Или нет? Какой же он красивый. Надо было придумать такое сочетание цвета. Черный и много-много золотых блесток. Но все-таки он слишком липкий. Расплывается на руках. Невозможно соединить его в единую массу. Все-таки это, видимо, зомби. Я пытаюсь, пытаюсь, но нет, не получается. Хотя он такой классный. Ура! Видимо, вы были правы. И не зря сегодня шестой день распаковки. Хотя я в такое не верю, но что-то сегодня явно идет не так. А по-моему, все так. Да уж, для тебя, Миша. Да уж, Эйвен, тебе до краев еще очень много. Ну и что? И вообще, открой вот тот салатовый. Мне нужны яркие. Ладно, как скажешь, Эйвен. Тут вообще написано для Ани. От горячевой Маши. Посмотрим, Ивасик, ты выбрал нормальный слайм? Или же цифра 6 влияет на всех? Так, сейчас попытаюсь его достать. И, видимо, это действительно здоровый лизун. Красивого зелененького цвета, в нем немножко пенопласта. Очень нежный и приятный на ощупь. Не слишком большой, щелкает. Неплохо растягивается, не рвется. Короче, Эйвен выбрал нормальный слайм. Пусть следующий выбирает Кимичу, а то у нее сегодня вообще никого нет. Я хочу открыть все желтые банки Play Doh. Так, хорошо, погоди секунду. Вдруг у них противный? Окей, три баночки Play Doh. Блин, да что ж такое? Короче, три баночки разных размеров. Первая, самая большая, снова от горячевой Маши. Вообще, это, по-моему, баночки из-под кинетического песка. Значит, слаймы Маша положила туда самодельные. Баночка достаточно большая, поэтому в ней немаленький такой голубой лизун. Но, кажется, ребята, он испорчен. Слишком липкий. Не достается. Прилипает к пальцам, размазывается. Опять Миша повезло, да что ж такое. Кажется, я правда могу тебя выиграть. Ну, хотя бы Миша. Фух, еле от него избавилась. Класс, класс, не класс, а у меня сегодня еще никого не было. В моем противном слайме он самый маленький. Ну, может, тебе еще кто-то попадется. Не расстраивайся, покемон. Но ты выбрала эти баночки, и мы должны их открыть. Средние баночки, еще один голубенький слайм. И, кажется, он тоже зомби. Причем, по-моему, изначально он был перламутровый. Ну, а сейчас, ребята, как вы видите, он слишком липкий. Может, и правда шестой день распаковки влияет. Мистическая цифра 6. Да уж, очень мистический денек. Мишина команда пополняется на глазах. Вы только посмотрите на это. Ох, ладно. На последней баночке самой маленькой написано Покемон Юмичу через А. Покемон пишется через О, Покемон. Молодец, Юмичу, какие знания. И все равно вы с Кисалисой пойдете в школу. Не думай, что ты самая умная. Да отстань. Что это? Блин, ребята, что это? Что это за монстр? Что-то как-то стрёмно, да? Да уж, не понимаю, что это за существо. Фу, Аня, только руками не доставай. Нет, я, пожалуй, трубочку возьму, потыкаю его. Интересно, оно живое? Вряд ли оно живое, оно бы там затохнулось уже. Ну, кто знает, что это за ежик-монстр. Ну, по-моему, оно не шевелится. А-а-а, оно падает мне на руку. Фу-фу-фу, почему-то мне страшно. Ладно, даже если это было что-то живое, сейчас оно явно не живое. Или спит. Аня, покажи поближе. Ну, на, смотри. Ух ты, что это такое? Покажи, покажи. А может сожрать его? Юми, нет, ни есть, ни лизать это нельзя. У-у-у, вроде ничем не пахнет, да? Покажи мне, и правда какой-то монстрик. Извините, ребят, но во имя нашей безопасности я это должна выбросить. Ань, может мы просто чего-то не знаем? Может появились какие-нибудь прикольные новые украшения лизунов? Может быть. Пусть ребята напишут, что это было, они наверняка знают. А мы хотели открыть те пять ниндзи-слаймов. Да, хорошо, только вот сейчас вот этот крафти-хэндс откроем. Просто я все еще надеюсь, что я выберу хоть один здоровый лизун. Там что-то явно красивенькое. Ага, потому что матовое, да? Да, и если оно здоровое, оно пойдет в мою команду. Опять какой-то бесконечный слайм, который я никак не могу достать из банки. Эээ, ну что, ну что? Погоди, я пытаюсь его выковырить. Ну что? Фух, ну неужели, неужели я выбрала здоровый слайм? По-моему там было что-то бело-розовое. Ну да, просто пока я его вытаскивала, оно смешалось, и получился такой розовый лизунчик. Пахнет ягодами, клубничкой пахнет, вкусно. По-моему это не розовый цвет. Уж я-то знаю, я профи в розовых цветах, это мой любимый цвет. Софи, не придирайся, ну а какой он по-твоему? Бордовый. Ой, да ну тебя, ну что, Ань, он же не зомби. Нет, он конечно шикарно растягивается в тончайшие нити, но это явно не зомби. И вообще, мне он что-то напоминает, ребят, не понимаю что. Язык. Кстати, да, точно, похоже на язычок. Коровий язык, огромный язычище. Юми, у тебя точно такие странные шутки. А с чего ты взяла, что я шучу, я всегда серьезно. В нем, видимо, немножко есть кинетического песка, потому что он слегка шершавенький. Наконец-то пополнение в мою команду. Ладно, давайте откроем этих ваших ниндзя. Всего их пять, начнем вот с этого вот первого розовенького. На нем написано 28 градусов согрей. Зачем? А, ну он же меняет цвет. А, меняет цвет на белый. Серьезно, вот такой вот темно-розовый прозрачный слайм может стать белым? Ничего себе звук, хочется сказать рифму. Какую, Юми? Все, мы поняли, достаточно. И буква К. То есть, звук был как путь. Миша, ну ты-то куда? Кстати, слаймик-то что-то как-то рвется. Я думала, он ко мне пойдет. А я думала, ко мне. Ладно, попробую его хорошенько замешать и погреть. Цвет действительно начал меняться. Слаймик небольшой и очень плохо тянется, как будто подсох слегка. Я пока его жамкую в руках, он уже согревается. Но пока что белым он не стал. Положи его в подмышку, как я в прошлый раз советовал. Нет, я положу его на батарею. А мы пока откроем вот этот серебряный. Ниндзя слайм серебро попадается нам уже в третий раз. Первый раз он был реально как расплавленное серебро. Потому что он был новый. Второй раз он был не очень новый, был не очень похож. А третий, видимо, вообще диайвай. И он скорее похож просто на серый. А еще он зомби, потому что слишком жидкий и липкий. Зато в нем пупырочки есть. Сегодня Миша очень везет. Че, Эйвен, боишься проиграть, да? Розовый ниндзя слайм, но на нем нарисована шоколадка. Видимо, это тоже самодельный лизун в баночке из-под ниндзи. Так, давайте попробуем достать. Судя по всему, он матовый и должен пойти в команду Эйвена. Моей команде сегодня очень не везет. И сейчас, видимо, не повезло. Потому что это не слайм. Да, Ивась, к сожалению, это не лизун. И такие антистрессы у нас идут в антистресс-кладовку для других экспериментов. Ну что, розовый-то стал белым? Нет. И на батарее полежал, и в руках я его помяла, и в подмышке подержала. Белым он так и не стал. А был такой красивый розовый слаймик. Зато он стал слегка помягче и более тянучий. Ну что, кому пойдет это существо? Это странная смешная лепешка. Вообще-то он стал против. Вот именно, вот именно. Поэтому он идет ко мне. Ну изначально же он прозрачно-розовый. То есть цвет ему вернется, значит ко мне. Ну пожалуйста, у меня вообще никого не было. Ну у Софи сегодня тоже никого не было. Ну пожалуйста, ну пожалуйста. У меня вообще самый мелкий. Да ладно, Аня, отдай ты ей его. Он и правда противный. Тоже когда розовый был. Ура, спасибо мое. Ну ладно, покемон, хоть один сегодня к тебе. Может я из него сделаю хэллоуин слайм? Кстати, правда, скоро же хэллоуин. А хэллоуин это все страшное и противное. Так что логично, если Юми из своего противного мерзкого лизуна сделает страшный хэллоуин слайм. Хорошая идея. А может быть вы все что-нибудь сделаете на хэллоуин? Как мы будем его отмечать? Подумайте, а в этом ниндзя слайме у нас зелененький лизунчик. Блестященький, матового цвета. Отлично тянется. На ощупь такой и скользкенький. Но на самом деле, что-то в нем такое необычное есть. И цвет этот называется не зеленый. И не салатовый, и не мятный. Ладно, короче, лизун прикольный. Щелкаем. И отправляем этого чудика в тазик Эйвона. Там еще один ниндзя есть. Может он мою команду? Так, еще один ниндзя слайм и внутри что-то необычное. Это явно диайвайчик. Самодельный слаймик. Сейчас посмотрим, как он себя чувствует. На самом деле, в нем тоже что-то интересненькое. Потому что он с одной стороны такого зеленоватого цвета, но при этом в нем много красненьких украшений и блесток. И за счет этого он смотрится очень творчески. Правда, он совсем не хрустит. По-моему, с кинетическим песком переборщили. Да, растягивается он так себе. Но в любом случае он матовый, поэтому отправляется к Эйвену. И, видимо, придется еще сделать денек распаковки. О, да. Да уж, шестой день был действительно мистический. Мишкина команда выросла, капец. Ну ничего, все еще впереди. А вы, ребята, идите смотрите видео на канале Magic Family про покупку лисы и фенька за 3000 долларов. Ну, ты даешь. Тихо, тихо, не раскрывайте секретов, вы что? Короче, кликайте ссылку в описании, ребят. Увидимся.